Когда я взорву завод, мир содрогнется. Господи, пожалуйста, отпустите! У меня жена и дети! Скоро твоя жена станет вдовой, а дети сиротами! Остановись, преступный элемент! Я, капитан цензура! Показ взрывчатых веществ запрещен! Курение в общественных местах запрещено! Должна быть предупреждающая плашка! Личность потерпевшего должна быть сокрыта, а голос изменён! Помогите! Что за ёбаная ху... Этими губами ты целуешь поваренную книгу анархиста? Мат запрещен! Ёбаня хуйка! И на этом мои полномочия всё. Не бойся, гражданин, за тобой придёт почтмен. Надеюсь, он быстро придёт. Сарик Андреасян проделал невероятную карьеру. Он снимал сиськопердильные комедии, зачал дюжеву ребёнка, делал ремейки советского кино, участвовал в создании драм, криминальных боевиков и триллеров без капли смысла. В итоге режиссёрская дорожка привела кинодело к ответу треклятым мстителям. Мы разрабатывали всю эту историю с нуля, мы придумали свою собственную философию и именно это очень сильно помогает нам отличаться от западных аналогов. Ну что же, давайте посмотрим на наш уникальный продукт, который так отличен от западных аналогов. Начинается фильм с тизера, который был выложен в сеть задолго до премьеры. Тизер же общими мутными мазками вводит в курс дела на уровне догадок. Лаборатория, эксперименты, СССР, мутации. И это вся информация о местном аналоге Щ.И.Та, который стоит называть Щ.И.Т. За столь куцое раскрытие прошлого протагонистов. После титров нам демонстрируют название, а затем переносят на некую презентацию роботов, которые, видимо, потом закупят торговые федерации из Звёздных войн. Учитель, тройтыки! Внезапно вся техника сходит с ума и оборачивает орудия против своих создателей. Внезапно вся техника сходит с ума и оборачивает орудия против своих создателей. Ах, на это можно смотреть вечно. А виноват в этом главный злодей фильма, который прокрался на военную базу сквозь пелену сволочного тумана. Одна из наших задач была в том, чтобы сделать его не карикатурным злом. Ты должен быть на его месте. Не слушай эту ерунду. Знакомьтесь, это Апрель Варкутов, декабрь Руберов, Август Куратов, антагонист фильма «Защитники» и обладатель приза за самые большие соски Республики Коми 2011 года. Его костюм калька с костюма хлыста, вплоть до соединений на руках. Ну а внешне первый суперзлодей России, в смысле киношный суперзлодей, представляет собой существо, появившееся от совокупления Бэйна, тела андроида Крэнга, той фотки качка, маски ребенка, все это под огромным слоем резины, и роль его внезапно исполнила не без руков. И порево у них было жесткое. Полвек назад Косматов хотел создать аппарат модуль 1, чтобы управлять всей техникой. Но дела у его друга с говорящей фамилией... Добронравова. ...шли куда лучше. Ведь Добронравов изобрел защитников. Поэтому Косматов подставляет друга и отбирает у него лабораторию. Но проклятый Сталин дотягивается и до Косматова. А это... не мед. В результате взрыва Август выжил. Радиоактивное излучение изменило его генетическую структуру. Он стал другим. И у тела стало мощным. Сила невероятная. Он успешно завершил проект модуль 1. Именно поэтому техника на полигоне и сошла с ума. Боюсь, даже армия не в состоянии что-либо с ним сделать. Дружишь с аэробикой? После всех этих резино-сосисочных событий, январь Комшотов залегает на дно аж на 50 лет. Для чего? Для того, чтобы старательно продуцировать клонов. Я ждал этого полвека. И теперь никто не сможет меня остановить. Клоны, как гласит информация с официального сайта фильма, двойники Куропатова. Но при этом они не огромные, они не сильные, они не контролируют технику, они не умные. В общем, они практически полная противоположность оригинала. Сначала сценаристы называют их клонами, а затем сценарий защитников они называют сценарием. Не круто. Сам Ноябрь Акбаров ходит по военным базам страны и захватывает технику. И никто ничего не может ему сделать, потому что на базах нет ни одного солдата. Сам-сам-эпично. Каким образом Акбаров захватывает роботов, ясно. Я ведь технопад. Управляю техникой, силой, мысли. Но каким образом резиновый пупс подчиняет машины, где все работает на механике, не ясно. Вы знаете, руси. Причем авторы напрочь лишены иронии и юмора. Их продукт на 100% серьезное кино. Серьезность в Защитниках где-то на уровне апокалипсиса сегодня, а может быть даже и выше. Ты чуешь? Чуешь? Че? Защитники вышли. Чтобы побороть злодея, герои садятся в поезд и едут на базу. База называется Патриот. Она находится в метро. Но ее не возглавляет Лысый Ермольник и Янковский отказался сниматься. Просто декорации те же. Зато у них тут вход, как в убежище Фоллаута. И пафос, как у 300 спартанцев. Мстителей и Супермена, вместе взятых с Бэтменом. Поднять без занимать что? И все топ себе. А он в галагу играет. Думал, мы не заметим. Заметили. Кроме пафоса, зрителям в рожу пихают словесную экспозицию. Или я должна объехать весь бывший Советский Союз, собрать команду сверхлюдей и остановить сверхзлодея. Дэм лайт! Ну а после экспозиции хавайте еще пафоса. Как называется моя миссия? Да мы и в первый раз поняли, что защитники. Нет, серьезно, автор, зачем ты два раза в фильм пихнул название? Хех, хочешь потянуть время? И еще вопрос. Почему убрали ответ генерала, который показывали в трейлере? Как называется моя миссия? Защитники. Лучше бы мне в утреннюю кашу насрали. Банк! Внимание, команда! Перед нами поставлена задача найти защитников. Мы должны найти их и уговорить. Собрать команду сверхлюдей и остановить сверхзлодея. Скажи, скажи еще раз! Мы проверили восстановленное досье, но зацепок там мало. Мы имеем лишь незначительные ориентиры тех мест, где они могут скрываться. В официальных отчетах информации не обнаружено. Нужно пробить по базе все необычные случаи в тех районах. Дети выложили ролик с незнакомцем, который передвигался со скоростью ветра. Вампир-педераст изнасиловал девять байкеров ради оргазма. Хорошо, уточняем координаты, ищем совпадения. В предместях в лиге деревенская жительница попала в странное поле, после которого изменилось ее сознание. Говночист задушил 48 шлюх! Изучите эти показания. В сибирской глуши браконьеры ведут охоту за странным звером. Колдун-спидоносец изнасиловал 120 туристок для создания высшей расы. Готовьте экспедицию. Первым супергероем, которого нашли по газете Speed Info, оказывается Лер. А тебя назовем Магнита. Скорее Камнита. Вы просто использовали меня, а потом бросили. Хмммм. Судя по всему, у персонажей есть принципы. Я предлагаю месть. Август Куратов жив. Ну называйте меня Лера. Так просто? Почему? Ну называйте меня Лера. Как тебя предали? Ну называйте меня Лера. За что ты хочешь мстить Курменову? Ну называйте меня Лера. Господи, ты не рассказываешь о прошлом, плюешь на свои принципы. Ну что ты за хер? Ну называйте меня Лера. Следом нас переносят в Казахстан, где подлые наркоторговцы через высохшее озеро устраивают дорогу ярости с ханом. Супергероем, основная способность которого видеть бабочек в пустыне. Он обалденный. Он придурок. Он телепорт? Нет, просто быстрый. Как он разрубил машину и оставил порез толщиной в лезвие, при том, что он, взрослый мужчина, сам пробежал сквозь машину. Это еще цветочки. Ведь маленьким порезом хан способен выводить из строя бандитов. Уверен, они это заслужили, хан. Как ты там оказался? Ведь хан двигается невероятно быстро, и в начале сцены до горизонта никого не было видно. Ну, на самом деле, это придирка. Придирка по сравнению с первоначальной сценой. Когда рядом появлялась вся ватага патриота. Отсоси поганый флэш. Я убиваю людей, Лер. Плохих людей. Тогда помоги мне уничтожить Куратова. Смотри, он около тебя. Это я к чему. Насколько бы хорошим актер не был, чтобы вывозить подобные диалоги, нужно быть действительно супергероем. Я недоволен фильмом «Защитники». Представьтесь, пожалуйста. Я ВДБ-мен. Что вы умеете? Я умею. Летать, прыгать, ломаюсь. Я полностью неуязвим. Я мега сильный. Как вы думаете, почему про вас не сняли? Все, вышеперечисленное. Работает только один день в году. Тем временем нас знакомят с еще одним претендентом на роль защитника. Я говорю о чел-медведа-свиня. То есть, о просто чел-медведе. Круто, конечно, но ты только что разнес свою лабораторию. Да и беспокоился бы я о другом. Твои друзья, блядь, в момент нападения на тебя стояли прямо напротив и нихера не помогали. Как ты уже понял, мы собираем старую гвардию. Ждем. Так, вот они на него напали. Ждем. Пошли. Стань, пични. Старая гвардия снова в деле. Ну а далее нас переносят в Москву, где проходит цирковое шоу. Звездой программы является Ксения. Она прыгает в воду и становится невидимой. То есть, фактически становится невидимой. Скажите, пожалуйста, мир в вашем фильме знает о мутантах или нет? Это весьма важный пункт для понимания происходящего в Защитника. У нас не так, как у Марвел. Это я понял. А вот о мутантах знают? У нас не так, как у Марвел. Но знают или нет? Как было у Марвел? У них знали. У нас не так, как у Марвел. Вообще, авторы крайне скупы на детали. Дорабатывает, дескать, зритель наш фильм сам. В общем, выступление Ксении заканчивается и герои, как обычно, телепортируются за спину. Стас! Стас! Уходишь, блядь. Любой дистанции. Какие дела, крошки? Так пугать девушку? Да ты настоящий мужчина. Если бы я пришел с цветами, можно подумать, ты бы меня вспомнила. То есть, она их не помнит? Она единственная, кто вообще не помнит, почему она такая. Так какого хрена она на них нападает? Какое замечательное выступление. Как же ты прекрасна. Кто ты? Я твой новый менеджер, Анвар. Кто тебя учил так бить? Муженек? Этому приему научил тебя я. Потому что лучше, блядь, убей меня. Так что номер не пройдет. Этому приему я научил вас обоих. А что, в защитниках все из Бэт-3 поснялись? За последние 40 лет ты практически не изменилась. У тебя нет друзей. Ты одинока и обладаешь сверхспособностями. Верно? Мы знаем тебя. Ты невидимая леди из фантастической четверки. Нет? Мы такие же, как и ты. Лер. Хан. Арсус. Арсус. Тоже мне имя. Вот я, капитан цензуры. Виктор Павлович из Мурманска. Я уничтожил мат в кино. Заблочил множество сайтов и статей. Порезал 17 мгновений весны для ТВ. Но ты и мудак. Повтори. Но ты и м***. Так ты лучше. Это я к чему. Неужели так сложно чекнуть интернет? У Марвела же был персонаж Большая Медведица. Которого иногда звали по фамилии Медведев. Что на английском звучит как Арсус. Он, как и Арсус из Защитников, превращался в Медведя. Компьютер говорит нет. Серьезно, ну вы хотя бы имя поменяли бы. Таких персонажей не может быть в других странах. Потому что это как бы исключительно именно наш продукт. Да. Защитники говорят, что знают все про Ксению. Везут ее на свою базу и заставляют повествовать. При себе у меня было только это кольцо с гравировкой. Бля, половые отношения. Но их нам не раскроют. Зачем вам история? Это не кино. Это подкаст. Эксперимент очевидно неудачный. А я так ничего и не вспомнила. И я поняла, что не только владею сверхспособностями, но и практически не старею. Это могло вызвать подозрения. Поэтому ты устроилась в цирк, где на глазах тысяч людей становишься невидимой? Великолепный план. Просто охуенный, если я правильно понял. Надежный, блядь, как швейцарские часы. Ксения рассказывает, какие суперспособности у нее есть. Невидимость в воде. Еще моя кожа термоупорна. Я не боюсь ни холода, ни жары. Могу сама контролировать температуру своего тела. Также я неплохо варю борщ. И это единственная словесная шутка за весь фильм, которую можно подогнать под фразу Что будет с нашей страной? Нет, не эту фразу. Культурный код, эксклюзив какой-то. Да в собаке и страже галактики культурного кода в разы больше, чем во всем фильме «Защитники». В чертовом «Капитане Америка» культурного кода России больше, чем в российском фильме о супергероях. Хе-хе-хе. Ксения вступает в «Защитники», надеясь на то, что при выполнении задания она вспомнит прошлое. А почему герои ей сейчас не расскажут? Ксения ведь мучается. Ой, простите. Я... Я просто не знал, как эта штука работает. Тем временем «Ноябрь Полпатов» выдвигает всю технику, дабы атаковать Москву. И вот скажите мне, зачем тратить энергию на управление техникой, когда ты, блять, сделал целую армию клонов? Буквально снял с языка. Сегодня около 10 часов утра по московскому времени... Вот скажите мне, кто для сюжета по ТВ снял этот кадр с танками? Сарик Андреасян? Господи, да в притяжении то же самое было. Надеюсь, хотя бы авторы «Викинга» подобные ошибки не допустили. Ну а насчет репортажей по ТВ... Ах, это дикция. Это графика. Еще бы шаль добавили. Был бы Реутов. Первоначальная версия государственного переворота не подтвердилась. Ну да! Неплохо. Действующая армия оказалась бессильна перед натиском противника. Ну, вот эти вот новости. На Челябинск упал метеорит. Армия бездействует. Она бессильна, господи! Мы все умрем! Помогите! Бегите, глупцы! А теперь о покое. Арктический фронт продолжает давить российские войска. Привет! Че делаешь? Я уникальный концепт-арты для фильма «Защитники» рисую. Эй, эй, эй! Подожди! Я же не дорисовал. Так, ага. Дорогие Энджой, если вы выложили деньги кому-то за разработку этого концепта, вас очень крепко поимели. Больше не работайте с этими людьми. Фу! Наш козырь сейчас. Внезапность. Защитники. Так мы себя называем. У нас отряд. Что-то типа супергероев земли. Чтобы остановить злодея, команда отправляется в его логово. И стоит сказать, что кадры с уже уничтоженного завода ЗИЛ действительно хороши. Хорошо, что нам с погодой повезло. Мак! 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 Авторы, вы вообще в курсе, как работает дождь? Блять, да не этот, в смысле который природный. Дождь это такие маленькие капельки. Они сталкиваются с материальными предметами и разбиваются на капельки еще меньше. Тем самым невидимое существо будет резко выделяться на фоне дождя или воды. В конце концов, Ксения же не пустое место. Ну, в смысле для дождя. Как персонаж она, конечно, никуда не годится. Кстати, она настолько уверена в себе, что не пытается даже прятаться и идет в метре от врага. И даже не беспокоится, что издаст какой-то шум или столкнется. Ха, жопа в инфракрасном. Могу сама контролировать температуру своего тела. Я не боюсь ни холода, ни жары. Неужели? Зачем фильму «Дождь», который вдруг работает не так? Зачем тепловизоры, хотя Ксения, казалось бы, может менять температуру? Зачем заморозка, хотя ей не страшен ни холод, ни огонь? Почему не убрать всю эту тупость и оставить только дождь? Дескать, невидимая Ксения пошла через охрану и вдруг пошел дождь. Поэтому ее и заметили. Зачем вы на пустом месте создаете тупость? Да еще возводите ее в куб. Защитники. Надеюсь, хоть у Мишки все в порядке. Кроме анимации, само собой. Ну что ж, остается надежда на Хана. Стоп. Объясните мне, зачем Хан делал это движение? Он подбрасывает меч вдаль от противника, бежит туда, ловит меч и только потом бежит к противнику, чтобы его рубануть. Да ты имбецил. Хан продолжает практически полностью останавливать время и маленькими порезами выводить из строя противника. Как вдруг И многие накинулись на авторов. Дескать, это тупо. Нет, на самом деле это не тупо. Давайте прочтем описание персонажа на официальном сайте фильма. Хан перемещается на большие дистанции практически мгновенно. Он быстрый, как ветер. Меня зовут Хан. Я быстрый, как ветер. Тебе конец. Сегодня штиль, идиот. Остается, судя по всему, самый смышленый и сильный из команды, а именно существо. Нет, нет, нет. Прошу! Не это. Я про Лера. Я не понимаю, зачем авторы борются с камрипами. Ведь только в таком качестве графика их фильма выглядит хорошо. Ах да, я забыл упомянуть еще одну особенность фильма. В нем очень много фраз заменили. Безденежье и одиночество. Можно подумать, ты бы меня вспомнил. Наконец-то. И это действительно достойный ответ голливудским фильмам. Ведь их также дублируют. Но разве это может испортить фильм, в котором такой злодей? Нет, серьезно, ему только афро не хватает. Отлично. Начинается автор-эффект схватка масок, если вы понимаете, о чем я. Причем не на жизнь, а на смерть, в которой камень ничего противопоставить Куркотову не может. Ах да! Я все думал, что же сломается первым. Твой дух или тело? Я же говорил, у нас не так, как у Марвел. Это украдено у DC, так что ручки чистенькие. Когда будет связь? Пока не знаем. Делаем все возможное. Привезли в ближайшую больницу. Родовую. Сентябрь Евлатов после победы идет к заключенным мутантам. По какой-то причине человека-камня он брать не стал. Видимо, удар о колено полностью уничтожил одного из защитников. С пробуждением вас, мои дорогие коллеги. Славные мужские сиськи. Ноябрь Фанфаров невнятно рассказывает нечто абстрактное и предлагает союз. Почему, зачем, из-за чего, для чего, никакой ясности. Всего нам помогать. Я знаю у вас то, о чем вы даже не подозреваете. И это гениально, серьезно. Это суть фильма «Защитники». Ребята, мы должны сделать что-то. Когда? Когда-нибудь. Ведь это нам даст кое-что. Точно. Я вспомнил то, о чем вы не знаете. Сам же Январь Фульфитов пригоняет всю свою армию к Останкинской башне, дабы выдернуть ее из насиженного места. Видимо, его тоже задрали всякие пусть говорят, пиар говнофильмов и другая херня. Воспрепятствовать этому бросается генерал, который внезапно предатель. А почему нам не плевать? Я выполнил свою часть сделки. Теперь прошу вас выполнить свою часть сделки. Ах, эти диалоги. Ах, это игра актеров. Защитники должны стоять в палате меры весов. Лежать. Быть закопанными там. Сначала облитый бензином, сожженный, и потом закопанный. Благо, его персонажа больше в фильме не будет, ведь внезапно злодей предает предателя. Ну а Лер тем временем на базе Патриота прикован к кровати. Когда я потерял сознание, я увидел свою дочь. Когда она впервые назвала меня папа. Как она пошла в школу и потом с отличием окончила ее. Ой, знаете, чем я на той неделе впервые занялась? Виндсерфингом. Помню, как я танцевал на ее свадьбе. Вот дает. Да что ж ты не помираешь-то! Недостаточно просто врубить грустную музыку и рассказать грустную историю. Так не работает. Возьмем все ту же клинику. Серия 2, сезон 8. В которой умирал черный пациент. Казалось бы, мы тоже не видели его семью. Мы не видели флэшбэков или чего-либо из его жизни. Перед нами просто прикованный к кровати мужчина, который скоро умрет. Почему же его история вызывает сопереживание и грусть? Да потому что он не картонка. У него есть человеческие потребности. У него человеческое поведение. Он не вываливает все сокровенное первому встречному. В первую же минуту знакомства. По крайней мере для зрителя. То же самого не делают и обычные люди. Такие как мы с вами. Просто задумайтесь, кому Лер все это рассказывает? Кто она такая? Как к ней относятся персонажи? С чего она та? Кому сразу же вываливают все сокровенное? Она автор самого военизированного мейкапа? Здрасте. Сам Лер тоже не настоящий. Он пустышка. Заменить дочку в его истории на жену, сестру, пращура, голову, брата, ничего не поменяется. Чтобы сопереживать, ты хочешь раскрытие персонажей. Но фильм как бы говорит. Хер тебе в рыло, сраный урод! Внезапно на сцену врывается профессор, который все знает про защитников. Это просто невероятно. Я даже не думал, что вы еще живы. Ну, ты же возглавляешь мегаорганизацию, которую, по сути, создал этот профессор. Откуда тебе знать? Профессор за секунду поднимает Лера, ну а отряд обычных солдат делает гораздо больше, чем команда супергероев. Осторожно, здесь защитное поле. Там генератор, его можно отключить, снимите переднюю крышку, замкните цепь и... Друзья мои, я, кажется, описался. Нам необходимо остановить Куратова. Дайте ему время. С чего это вдруг давать время? Ему заплатили за эту роль! Какого хера он встал и вышел из кадра? А что если оператор уйдет, режиссер, сценарист? Хотя, судя по всему, сценарист и не приходил вовсе. И, друзья, без шуток, я никаких сцен не вырезал, я ничего не забывал. Хан просто вышел из кадра. Он просто выходит. Своим мнением насчет происходящей тупости должен поделиться с самым быстрым действующим супергерой России. Странно, он часа три как должен был прийти. Ты сюда опоздал, постман. Да пошел ты! Вас много, я один. Не нравится что-то? Жалобу пиши! Вообще у меня перерыв. Кстати, насчет эпичности. В фильме нет ни одного кадра, где злодеяния как-либо влияют на окружающую жизнь. Самый страшный суперзлодей в истории только что начал крушить город-призрак, где нет ни одного жителя. А не насрать ли нам? К другим новостям. И самое смешное, что то, как телевещательную башню везут по улицам, показывают по телевидению. Как глупо! Как глупо! Вы все еще здесь? Да, нужно посоветоваться с Виктором Андреевичем. Но я же вижу, что вас что-то тревожит. Вы можете поговорить со мной? ВНЕЗАПНОЕ ДУШЕИЗВЛИЯНИЕ! Ксения, я приглядываю за ней. Я за тебя горой стеной! Когда я медведь, я даже не могу говорить, лишь рычать. Особенно, когда я перехожу во вторую фазу полной трансформации. Что если в один прекрасный день я отключусь навсегда? Но будем надеяться, что хотя бы во второй фазе трансформации мышцы на твоем лице дрогнут, и мы увидим хоть малейшую эмоцию. И тут вы хотите сказать, да ладно, может быть покажут моменты, где Арсус выходит из себя. Или что-то, что позволит нам увидеть пагубное влияние превращений. Вместе с тем, это бы подтвердило слова действия. Хер тебе в рыло, сраный урод! Даже маленького намека не будет. А следовательно, Арсус может затирать что угодно. Это останется на уровне пустого балабольства. Это как планировать порвать Марвел, а по итогу выпустить защитников. со мной все-таки что-то случится, я останусь медведем навсегда. Не допустите непоправимого. Влябь! Нет! Арсуса! Сука! Ебан... Пока персонажи балаболят, к самому важному профессору в истории Российской Федерации приходит злодей. Унижение. Предательство. Я тебя не предавал. Ведь ты это прекрасно знаешь. Сука, вы говорите общими фразами, которые вообще ни на что не влияют. И я вам клянусь, смысловая нагрузка диалога не изменилась. Декабрь Санинов взрывает компьютеры и от дыма умирает профессор, на которого давно забили болт в Патриоте. Ведь поступила информация о планах злодея по захвату советской звезды смерти, которая называется Молот. Молот ведь был заморожен в конце 80-х годов, а через 10 лет он благополучно сошел с орбиты и до сегодняшнего дня удалялся от земли. Коллеги, дела обстоят куда серьезнее. Эй, сволочь, не перебивай! Мишка только что выявил очередную сюжетную дыру. Наши дошифровщики только что прислали нам файлы про это модуль 2. Да постой ты! Почему красная звезда смерти вернулась обратно на орбиту? Август не ограничится одним только молотом. Знаете, персонажи в этом фильме такие... Зритель, смотри, у нас тут сценарный проек! Мы его сами видим как персонажа! Знаешь, как его оправдать? Да никак! Нахер ты на это в кино пошел! Посмотри на идиотов! Безымянный чувак с базы рассказывает, что хочет кильков. Управлять всей техникой планеты из одной точки. Для этого он и создал модуль 2, пульт управления всем миром. Господи, какая угроза! Это же у него пульт управления миром! Блендер бесконечности! ХОЛОДИЛЬНИК ТЕЛЕПАТИИ! ТОСТЕР СВОБОДЫ! Идеально! Но для этого ему понадобится мощный передатчик. Здесь должна быть конструкция величиной с целой... Останкинская башня. Высота должна быть не менее 500 метров. Площадка. Да таких зданий в Москве нет. Есть. Восток Москва-Сити. 373 федерации плюс 540 Останкинская. Это получается почти километр. Послушать так бред. Ну окей, это комикс. И вместо захвата тривиальных ядерных бомб используют что поэпичнее. Но блять, почему башня, которую злодей украл из центра города для того, чтобы установить на Москву-Сити, дабы поймать сигнал спутника, тупо висит между зданий! Он даже не воткнул ее в землю! Почему? Именно этого они и ждут. А это кадры с очередной попытки задержания российского суперзлодея. Никто не знает как он выглядит, какие его требования, но то, что он мешает жить людям России, это факт. ТО же самое подобные фильмы делают с кинотеатрами. И пока все разрабатывают план атаки, Хан стоит на крыше. Отгадайте, для чего? Как вы нашли меня? Вы часто бывали здесь? В детстве. У меня был старший брат. Абай. Внезапное душеизлияние! Нет, серьезно, это уровень Томми Вайсо! И кстати, брата Хана звали не Абай, а Шингис. Это легко читается по губам. Абай. Абай. Привет, ты чё уел? Суть истории такова. Хан завидовал силе брата, поэтому Хан подписался на эксперименты Куратова, после которых Хан стал сильнее, но и будучи сильным он вызвал брата на поединок. А когда пришел в себя, передо мной лежал мертвый Абай. Ого, у вас тут прям так душ щипательно. Еще немного, и у вас всех месячные придут в одно и то же время. Кстати, интересный факт. Хотя я не знаю, кому он нахер интересен. Тем не менее, в фильме, судя по всему, была некая организация, которая называлась Антипатриот. Хуратов. Хуратов. Оу. Май. Тем временем, на базе Патриота разработали спецкостюмы. Эти разработки учитывают и усиливают ваши сверхспособности. Запомнили. Костюм представляет лучшую защиту от всех физических повреждений. На кой ему сковывать движение, если он априори не должен получать повреждений? Он двигается быстрее пули! Вы че, тупые нахуй! Вашей слабой стороной в бою, Лер, было то, что не всегда были камни под рукой. У него всегда были камни под рукой. В каждой сцене фильма у него были камни под рукой. Вы че, тупые нахуй! Система наведения напрямую связана с вашей нервной системой. Она выбирает целью то, на что вы направляете свою агрессию. Это же электроника. Они идут воевать с тем, кто контролирует всю электронику. Ну вы тупые нахуй! Кроме всего прочего, Леру выдают энергохлыст, дабы уже полноценно докопировать многострадального Ивана Ванка. Ну а Ксении выдают костюм, дабы выделить ее грудь и сделать полноценно невидимой в любое время. Благодаря этим датчикам, Ксения, теперь вы можете становиться невидимой в любой момент, активируя их, напрягая мышцы шейного отдела. Не очень убедительно. Бонусом проходят тренировки, после чего персонажи встают в героическую позу. Может еще за руки возьмемся? Прямо как клуб анонимных идиотов. Мы должны пробраться в модульный этаж башни и уничтожить модуль 2. Тогда бригада залпового огня смерч сделает все остальное. У злодея же останется возможность управлять техникой, он просто перехватит ваши ракеты. Простите, что прерываю ваши беседы, но это полный идиотизм. Если вы думали, ну, наверное, каждый супергерой будет индивидуальностью, невидимка украдет какие-нибудь ключи, Арсус будет отвлекать на себя внимание, Лер будет прикрывать Арсуса щитами из камней, а в это время Хан оббежит все здания и выключит пульт, то фильм как бы говорит. Хер тебе в рыло, сраный урод! Никакой тактики не будет. Все персонажи атакуют в тупую. А чё, пацаны, стрелять-то будем? Да не, нахера. Лол. Кек. Азаза. Хотя, знаете, лучше бы и не стреляли. Ну зачем вы вставляете эти кадры? Чтобы я сказал, что это хуйня? Окей, это хуйня. Сделайте что-нибудь. Что? Научить его стрелять получше? Арсус тем временем превращается в полноценного медведя, лишая себя выбритости и штанов. Попутно он успевает скопировать сцену из Терминатора, вплоть до вырывания башки, ну а Лер уныленько зачищает парковку. Все это для того, чтобы встретиться в лифте. Тихо! Тихо-тихо-тихо! Замолчите-замолчите! Тихо-тихо-тихо! Вслушайтесь! Вслушайтесь! Культурный кот играет. Лифт довозит героев до крыши, а медведь восстанавливает на своем теле разорванные ранее ботинки и штаны. Осторожно! После просмотра фильма «Защитники» вашу жопу никто не восстановит. Герои идут по какой-то трубе в Останкинскую башню, чтобы попасть под косой обстрел, который спугнет Мишку, и, казалось бы, надежды уже нет. Но в небе Хан, и на нем костюм Баки. Он прилетел, чтобы спасти команду защитников, а заодно скопировать сцену из Мстителей. Ты спятил? Не круто. Одним пролетом он уничтожает всю опасность. Где же ты раньше был самый быстрый? Мудень вопрос останется без ответа. Мы продолжаем. Ну, а герои находят генератор, который нужно отключить. Ксения предлагает замкнуть цепь с помощью металла, но... Любой металл здесь расплавится. Ясно. Стоп! Что бы я ни говорил про фильм «Защитники», но авторы действительно смогли показать акт самопожертвования. Причем не тупой болтовней, а действием. Как ты? Я в порядке. А какого хрена?! Окей, Ксения не боится изменения температур. Следовательно, от высокого напряжения у нее не будет ожогов. Но тем не менее, ее организм пойдет по швам быстрее, чем этот фильм пойдет на свалку истории. У электричества три воздействия. Термическое, электрическое и биологическое. Не спорю, по первому Ксения прошла. Ей помогли суперспособности. Но по остальным она проебалась конкретно. От высокого напряжения ее мышцы начнут сокращаться так, что Ксения превратится в анимацию Арсуса. А функциональность внутренних органов опустится до той отметки, на которой расположено значение IQ сценариста-защитников. Знаете, за свою тупость защитники не заслуживают Михал Оскара. Они заслуживают вот это. И кстати, ты Ты позволил своему другу и товарищу поставить жизнь под угрозу, потому что нечем было сломать генератор. Хотя вся, блять, башня состоит из бетона, который ты, как и асфальт, мог запросто обрушить вместе с башней. По сути, вам нахер не надо было забираться на эти башни. На твоем месте я бы этого не делал. Так, патреонов, слушайте задачу. Нам нужно как-то усилить устойчивость защитников. А давайте их спидом заразим. Два гранта этому господину. То есть в Патриоте знали, что Арсус боится электричества и дали ему пулемет, который не только перестает работать рядом с Куратовым, как я думал раньше, пулемет, оказывается, еще и вырубает носителя. И рака. Рака им побольше. Но при этом Арсусу нипочем высокое напряжение, и он спокойно обнимает объект электрической цепи. Да так, что удары током внезапно прекращаются. То, что вы только что сказали, одна из самых безумно идиотских вещей из тех, что я когда-либо слышал. Каждый в этой комнате отупел. И знаете, что меня больше всего радует в защитниках? Вот это их командная работа. Когда бьют одного, а все остальные стоят и смотрят. Команда! Ну я надеюсь, хотя бы Хан, который быстрее пули, сможет порезать Фарходова. Убожество! Два защитника все же решаются действовать сообща, но весьма странно. Что дает эта маскировка? Ведь видно, откуда идет удар. Твое лицо, когда пошел на защитников в кино. Сука, чё ты брызжешь пафосом? Тебе все равно за пять секунд вломят. И даже Гульфик не поможет. Сказочный долбоёб. Но не беспокойтесь, просыпается медведь. Он опять рвет штаны и трансформируется в самую свою сильную форму. Защиканцы, как и следует супергероям, отступают. Лавирус-класс 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 Скриканцуз Лавирус-класс Лавирус-класс Нет, серьезно, пару минут назад этот же самый Хула-Хуб разрезал трубы. А сейчас он аккуратно прорезал самолет, зацепился да так, что выдерживает трех человек и огромного медведя. Сурина Голиэкс Сурина Голиэк вывести из себя кого угодно. Докажите. Я написал сценарий защитников. Ах ты, блин! Ну а верёвку, на которой летит три человека и один медведь, Хан подрезает ножичком, и Ватага удачно падает в воду. И это ваш план! Вы даже глупее, чем я думал! Кто может быть глупее этих персонажей? Помидоры? Казалось бы, Январь Руберов легко отвёл от себя ракеты. Красная Звезда Смерти готова нанести удар, а защиканцы бесполезны. Но вдруг оказывается, что профессор не умер. Он лежит там же, где его оставил злодей. И профессор внезапно рассказывает, что у защиканцев есть ещё одна суперспособность. Они могут создать энергетический шар, что твой Саб-Зиро — лёд. Процесс передачи энергии нестабильный. Эффект может быть обратный. Повторяю, это может убить вас. Извини, но ты сам говорил, что это опасно. Скрестить лучи. Ты подвергаешь нас смертельной опасности. И без шуток герои берутся друг за друга и делают энерго-шар. Уверен, вам пиздец, как неловко. Представьте, каково было актёром. Зберзаться. На какой хер я это смотрю? Злодей стоит на башне, а через кадр... Полетит уже в какой-то глаз куклы, Судя по губам орёт нечто вроде АААААА В озвучке же слышно Кто не победит меня? КАК ВСЁ ЭТО ОБЯЯСНИТЬ? ТАК ТАК У нас есть бюджет, у нас есть деньги от фонда кино Давай наконец снимем хороший фильм, напишем годный сценарий. Докажем бэткомедиану, что мы можем снять хорошее российское кино, мы трахнем всех скептиков! ТА НЕ, Давай лучше трахнем Бэткомедиана! Смотри, че купил! Один в один же! Чур, я первый. Других объяснений происходящему нет. И да, отсосите поганые стражи! Приятная тишина, правда? Эта тишина дорогого стоит. Вы все удивительные, но это не из-за ваших сверхспособностей, а из-за того, какие вы сами. Благородство невозможно получить в результате эксперимента. Но этому можно научиться у таких друзей. А помните сцены, где раскрывались их дружеские отношения? Не было, блять, таких сцен! Я многое вспомнила из своего прошлого. Даже знаю, кто подарил мне это кольцо. Хоть одна фраза связана с чем-то! Так люди не общаются! У вас же не ТЭК-10 фактов обо мне! У вас диалог! Люди еще не готовы к нам. Не надо путать, мы им нахуй не нужны! Со словом не готовы. Это разные вещи. Ну если что-нибудь случится... Тогда и увидимся. Но это еще не все. Мы нашли остальных защитников. И знаете, для авторов это челлендж. Челлендж придумать супергероев еще бесполезнее этих. Ну и как же без сцены после титров в стиле Марвел? Правда, ее никто не видел. Какому больному придет в голову идея досмотреть титры защитников? Ну или самих защитников. В этой сцене Нину Фьюриосовну кто-то откуда-то похищает. Но внезапно заложница дает отпор. Кто тебя послал? Феррум. Феррум? Как железо что ли? Пуль железа не отходя от кассы. Вы вообще понимаете, в чем смысл сцен после титров у Марвел? Так как авторы разрабатывали вселенную экранизации долго и кропотливо, а не за две минуты болтовни, то и получилась она у них проработанной. Кроме того, до выхода фильмов у вселенной была фан-база, которая знала о ключевых понятиях. Хочу обсудить с вами инициативу Мстителей. Знала основных персонажей. Культовые вещи. А поэтому крючки после титров заставляют фанатов удивиться и возжелать продолжение еще сильнее. Тем более повествование кажется оборванным на самом интересном месте. Будто смотришь хороший сериал. А что же у вас? Феррум. Тоби Вонг? Тоби Чонг? Ёбда, Чарли Чанг. Мы о Ферруме ничего не слышали в фильме. Мы о нем ничего не знаем и знать не можем. Не можем ни загуглить, ни найти первоисточник, где он упоминается. Поэтому нам плевать. И вся эта фальшивость, неуклюжесть, кособокость при тупом копировании Марвел может вызвать лишь смех. Давайте по-честному. Мне очень нравится идея создания российского кино про супергероев. Только по мне это должно быть кино в атмосфере фильмов Быкова или Балабанова. Дабы получилось по итогу что-то свое. Без всяких там трико и бет сосков. Фильм иного посыла и смысла, а также иного повествования. Потому что тот же брат Илья Акраина гораздо ближе к супергеройскому кино, нежели защитники. Ну или вариант 2. Сделать пародию на весь жанр. Как пытались сделать Бобровы. Ну или вариант 3. Делать фильм для совсем уж детей, но тогда в точности следовать заветам Марвел. И для всех этих вариантов нужен сценарий. Мой сценарий. Я серьезно не понимаю. Не понимаю. У вас один сценарист. Автор мафии. Мафии, блядь. Где все герои плакались 2 минуты и тут же умирали. Вы не знали, что получится. Внезапное души излияние. Но взяли бы сценаристом Таира Мамедова. Он бы написал сцену, где супергерой стал злодеем из-за того, что соратники подшутили над ним с помощью презерватива со спермаком. А ведь это неплохая идея. И у Марвел такого нет. Возьмем режиссуру на примере дирижера. У дирижера защитников сломана палочка. И руки. И при этом весь оркестр ну очень не хочет играть. За что ни возьмись, все плохо. Монтаж, постановка, дубляж. Похвалить можно разве что кастинг. Не актерскую игру, а именно кастинг. Ну и музыку. Что же про эффекты? Да, молодцы, что за столь малые деньги впихнули столько всякого. Но это не помогает. Недавно спрашивали, ну Сарик, как фильм получился? Я говорю, я не знаю. Потому что пока нет компьютерной графики, ты в принципе до конца не можешь понять. В том то и дело, что графика вообще ничего не значит. Да пусть хоть у вас миллиарды бюджетов. Если вы спустите их на графику в фильме, и это будет самая лучшая графика. Фотореализм невероятно. Зритель посмотрит на графику 15 минут. И на этом просмотр мегафильма закончится. Какой смысл смотреть на графику 2 часа? Ничего же не изменится. Графика останется графикой. Любой фильм, будь то Мстители, будь то Трансформеры 15, держится на скелете истории. Пускай она простая, с простыми персонажами, которые делают простые вещи. Но история быть должна. И сцены должны быть зависимы друг от друга. А следовательно иметь смысл. Возьмем бессмысленную экшен-нарезку, по мнению автора Защитников. Фильм Безумный Макс. Казалось бы, герои едут от пункта А в пункт Б. Ничего проще сценария Макса и быть не может. Но в этом фильме нет бессмысленных сцен. Нет бессмысленных диалогов. Нет бессмысленных души излияний. Безумный Макс сбит и спрессован настолько хорошо, насколько вам, дорогой зритель, похеру на диалог Хана про его брата Шингиза. Ну а эффекты они дополняют. Влияют на мир и персонажей. Без этого влияния они нахер не нужны. Эффекты могут влиять на поступки и ставить под угрозу жизнь. Ну или хотя бы раскрывать злодеяния. Перейдём к персонажам. Герои в Защитниках болванги, которые мало друг от друга чем отличаются. Одинаковое поведение, одинаковые диалоги, одинаковые поступки. В герои из Первого Дума больше индивидуальности. Любой зритель Мстителей различит персонажей по их особенностям и поведению. Но в отечественном ответе решили гордо сказать нет подобной чепухе. Это кино про то, что если вы вместе, то вам ничего не страшно. Оно про дружбу. Серьёзно? Про мотивацию я вообще молчу. В поступках злодея из Остина Пауэрса смысла больше, чем у всех вместе взятых персонажей-защитников. Но есть один огромный плюс. Защитники подаются с абсолютно серьёзной миной. Не вызвать смех подобное не может. И знаете, Защитники это лучшая промо фильмов от Марвел. Такой сюжет не могут придумать где-то за рубежом и таких персонажей не может быть. Но это факт. Всего плохого. Как называется моя миссия? Защитники. Классно мы тебя трахнули, да? Лед. Хам. И вот ты сидишь и думаешь, дорогой зритель. Господи, ничего бездарнее в своей жизни я больше не увижу. Уверен? Уверен? Присоединяйтесь к развитию великой вселенной. Защитники. Комикс по новой легендарной вселенной. Ну, судя по роже этого мишки действительно легендарная. Где-то на уровне наскальной живописи, а может быть даже Паркинсон. Сегодня мы с вами становимся частью исторического события. Рождение легенды и вселенной защитников. Бред. Вот что я об этом думаю. Беспросветный ёбаный бред. Что вообще изображено на этом рисунке? Тест Роршаха? Красивые цветы. Вы просто посмотрите на это. И на это. И на это. И на это. Знаете, у этого комикса по сути одна проблема. Это не комикс, это сраные наброски. Ну, а о качестве книги судите сами. Marvel, DC, щемитесь, блядь. Автор, ты вообще слышал про пропорции? Или детализацию? Сука, это такая бездарность в абсолюте, совмещенная с полнейшим отсутствием мотивации, что я начинаю думать, может сам фильм-то не так уж и плох? Holy shit. Догони меня, холодильник с ногами. Стоит сказать, что вторая часть комикса нарисована куда лучше. Хотя, с другой стороны, после первой части рисунки трёхлетнего ребёнка макаки будут выглядеть неплохо. Ну, а в середине книги, под заголовком галерея, нам показывают наброски. Дескать, смотреть, как рисовался этот комикс. Как будто и без этого непонятно, что рисовался он через жопу. А вот тут можно увидеть, как художнику становилось похер. Кстати, я говорил, что этот комикс стоит около 400 рублей. Кто там в комментариях писал, мол, билет на Защитников это бездумная трата денег? Вот, что называется бездумной тратой денег. Ну, а заканчивается комикс с текстовой предысторией Защитников. Ну, спасибо, блин, большое! Нахера я тогда полноценную книгу покупал?! Блять! Пойду в Защитников на телефоне поиграю. Может, успокоюсь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok